Теперь нужно доказать, что делили в точности n плюс 1 в степени n плюс 1 ч. Здесь есть несколько стандартных доказательств. Одно из них называется код люфер. Есть не менее замечательное доказательство при помощи комбинаторики. Я отсылаю вас всех к лекции, которая была просто посвящена только этому. Более того, там можно перечислять не только деревья, но и леса. И это тоже красиво, но, ребята, этот разговор был реально на час. Я очень люблю эту комбинаторику, она красивая, замечательная. По-моему, та лекция была прочитана, что-то хорошо. Поэтому просто очень советую, чтобы ее послушать. Единственное, что я сейчас скажу, наверное, это принцип, по которому устроен код люфер. Если у нас есть какое-нибудь дерево, какое-нибудь корислое для совершенно дерева, ну, давайте, я знаю, там, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Вы делаете так. Вы смотрите на все его листья и из листьев берете самое большое число. В данном случае это шоу 6. Вы его выбрасываете, но пишите не его, а то число, которое оно подвинуло. После этого у вас возникли новые листья. В данном случае это пятерка, самая большая. Вы ее выбрасываете и пишите тот, чем будет длинном. У вас теперь листья, это вот эти числа, 0, 1, 3. Самая большая тройка, пишите 2. Теперь листья 2, 1, 0, самая большая двойка, пишите 4. Самая большая из этих чисел, это 1, 1, 1, вы выбрасываете и пишите, чем будет длинном, 4. Остались 2 числа и про них ничего не пишите. Вот так устроен тот плюхер. Я прекрасно помню, как в детстве я пришел в ужас, когда услышал вот эту конструкцию и привыкал к ней буквально несколько лет. То есть я сначала с великим трудом вообще формально доказал, что это так, и потом очень-очень долго привыкал, ребята. Даже зная, даже понимая, что это так, все равно к этому не так просто привыкнуть. Но давайте поймем, почему из этого самого кода сразу получается такой ответ. Ну, очень просто. Н плюс 1 – это количество вершин, а n минус 1 – это количество вот этих мест. Соответственно, ответ – это n плюс 1 в степени n минус 1. Оказывается, что любой набор из n минус 1 чисел соответствует ровно одному дереву. Каким образом это развивается? Ей такая. Если вам написали внутреннюю последовательность, то листьями дерева являются в точности те числа, которых здесь нет. То есть у нас здесь были все числа от 0 от 6, и листьями являлись хорошими 0, 1, 3, 5 и 6. Соответственно, дальше, как восстанавливать, дождь пустын. Вы рисуете эти самые листья, смотрите, какой самый большой, и говорите, что он прикреплен на двойки. Замечательно. После этого уже по шестерку забывается, но двойка еще не есть, потому что она дальше еще есть. Листьев у вас теперь осталось всего 4. Самый большой из них 5. Прикреплено в 4. Значит, вот так вот рисуете. Я еще не лис, потому что дальше есть. Вот если дальше не было, то мы по рису вам обозначили. А вот это все листы. Листы 0, 1, 3. Самый большой из них прикреплен к двойке. Ну, замечательно. Значит, надо его прикрепить к двойке. Ну, и так далее. Надо поиграть, посмотреть немножко. Шестерка написана про мамида оказательства. В общем, кому интересно, где вам прочитаете. Оно ему несложное. Просто по индукции мы так все установили.